сегодня какой день в гипсе то какой сегодня день подождите субботу это был получается но я считаю что первый день это когда мне его наложили до субботу 31 августа значит суббота это было восьмой 9 воскресенье 10 12 день в гипсе 10 так 12 день гипсе да и мне его типа как надо снять 23-го перед 23 да но дело все в том что мой поход к врачу в понедельник он до сих пор стоит у меня в башке в том плане что я считаю что мне не нужно снимать гипс прям аж 23 я считаю что мне нужно его снять раньше у меня есть стойкое ощущение что нужно снимать раньше ну там через примерно две две с половиной недели дай мне очень страшно от того что я читаю в интернете я сегодня ну как сегодня вчера ночью перри перед сном рыдала сегодня утром рыдала особенно когда муж уехал за ребенком вот тут-то я осталась дома одна и позволила себе порыдать почему рыдаю я рыдаю от жалости к себе и с одной стороны понимаете я в прошлом видео позапрошлом рассказывала что получается эти состояния чередуются то есть ты как бы держишься 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 особенно вот в эти дни когда мне нужно идти на занятие красивая санка господи я накрашусь я не рыдаю потому что ну мне же идти надо куда-то меня какой там ждут хоть мало человек но они приходят и ждут меня то есть я не должна быть опухшей и то есть вот это вот она очень как сказать она у тебя очень мотивирует то что тебя где-то ждут хотя бы где-то вы знаете для меня не хочу плакать но когда я сейчас вот эту мысль свою собралась озвучить не вдруг захотелось заплакать мысль о том что как хорошо когда тебя где-то ждут что хоть где-то тебя ждут первый раз я произнесла эту мысль когда я училась в школе не так не хотела вставать по утрам школу и я по себе сказала оля ничего нормально нормально вставай вставай нормально ну да тяжело по утрам там очень знаете 11 класс по моему это уже был это было очень тяжело там знаете я учил папа выходных у меня фактически не было я по выходным ездила с 9 до там до часу курсы были подготовительные к этому гребаному юридическому институту по факту оказалось что все было но я не знаю как все было в пустую что ли я не знаю но знаете вот иногда оборачиваясь не хочу думать о прошлом иногда оборачиваясь на свою жизнь ты думаешь что многие вещи были абсолютно бессмысленны сколько было потрачено время как будто бы абсолютно впустую не знаю может быть это так как так когда-нибудь сыграет какую-то роль но иногда это задумываешься об этом тебе ну особенно там где-то учился чем-то занимался такое ощущение что вообще просто все потратил впустую и вот это произносила по утрам эту фразу хорошо что есть куда идти в школу может нас это такой момент что никуда не нужно будет идти теперь телеграм я веду подкаст этого на ютюбе не будет это мои мысли вслух на аудио без видео то есть формат такой же как на youtube только без видео но этого на ютюбе не будет никогда поэтому подписывайтесь на мой телеграм и слушайте мой подкаст на разные философские темы вот и когда я в этот день не проходит там нет я вся накрасилась да там сережки отдела мне еще можно зачем сережки одеваешь яку так красиво и вот видимо знаете психика она себя собирает 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 держит 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 потом ты приходишь домой залезаешь интернет и начинаешь читать про локти я не знаю почему в интернете пишут такую фигню не знаю вот кто это пишет это типа какие-то медицинские сайты но там каких-то клиник да но везде как один пишут одну гадость вот я я это я хорошо что я первые пять дней хотя бы это не читала но сейчас я это читаю значит что они пишут они пишут что травма локтевого сустава а еще если там под одну перелом этой головки это лучевой кости да это вообще очень все серьезно и страшно локтевой сустав это такой сложный сустав потому что он состоит из трех костей и там вообще все страшно и вот если после ну как бы там сгиб долго носить нельзя раньше снимать тоже особо нельзя а вот там может быть какое-нибудь смещение а вот там это а там все и по сути дела рентген я так понимаю это не совсем информативное исследование я вчера дочитала из-за того что я уже думала мрт эти делать но как потом я прочитала в тех же самых статьях мрт делаются вот с вытянутой рукой то есть а пока ты в гипсе ну то есть чисто тертически через гипс это можно сделать но пока ты в гипсе это и не сделаешь потому что ну мне интересно узнать все таки что у меня там потому что врачи я так понимаю все равно толком досконально оценить и не могут что у меня там понимаете меня это просто вот добивает неизвестность в которой я сейчас нахожусь у меня есть неизвестность просто добивает и вот там значит одна статья про вот это реабилитацию пишет там кто-то мужик задает вопрос я вот снял гипсом пять дней назад лечить или неделю назад вот я сейчас уже делаю упражнения 4 дня и нет никакой никакого улучшения нет не увеличивается амплитуда нужно ли делать эти упражнения через боль то так и так и ему типа как бы врач там отвечает что у вас есть один тире максимум полтора месяца чтобы восстановить подвижность ну локтя ну то есть пассивно начали разрабатывать а дальше спустя там полтора месяца вы если вам нужна рука еще знаете если вам на руках у вас есть один тире полтора месяца а дальше это уже будет нереально и вот вся информация вот в таком ключе и я вчера этого начиталась разрыдалась мужу звоню все пипец а вдруг у меня там это вдруг у меня то там какой-то врач рассказывал про какого-то мужика у которого был перелом головки лучевой кости он ходил вообще даже не знал что у него просто потом рука начала опухать он пришел оказалось что у него там какие-то смещения нужно делать операцию я я начиталась этого всего и как бы сказать есть конечно тот этот внутренний стержень стержень который себе говорит что все будет хорошо но почему-то отовсюду поступает информация вплоть до врача которому я ходила нет чтобы поддержать неужели по мне не видно что я истеричная истеричная женщина наверное нужно было меньше улыбаться потому что я тогда пришла в очень позитивное настояние она видимо решила мою позитив немножко срубить следующий раз я приду к ней со слезами она спрашивает почему вы пласть и скажу после предыдущего приема я говорю я спрородала две недели потому что вы подорвали уверенность в себе мою ну то есть правда то есть когда ты из каждого утюга слышишь о том что это так тяжело и страшно это так больно понимаете да мне насрать на эту боль я готова делать все только дайте делать я хочу делать вместо этого я просто сижу понимаете и жду и это время просто невыносимо если бы мне например нужно было каждый день ходить на работу или ну куда-то я бы может отвлекалась но дело в том что у меня тут есть вот эти дни как бы получается выходные и в эти дни получается моя психика видимо ну расслабляется я начинаю рыдать вот ну начали рыдаю потом успокаиваюсь ну как бы так немножечко видать забываю обо всем это вот в общем я сегодня когда спала мне все время вот это в голове стояла мысль несмотря на то что я вроде сны видела всякие разные сон один такой видела ну вообще сейчас расскажу в общем я пришла ну во сне я постоянно ту мысль гоняла я не должна снимать гипс там 23 сентября я должна снять его раньше я должна снять его раньше и ну хотя бы поместить руку в бандаж какой-то там да я короче заказал уже не бандаж артез называется то есть ну там люди пишут в комментариях что ну тоже у них эти там у большинства такие же травмы как и у меня потому что он же локтевой вот и они пишут о том что на нем он замена гипсу фактически то есть если там ничего страшного нет просто да то что вот как у меня по сути то есть это даже лучше в этом артезе почему потому что руке легче и вот короче я заказала я планирую наверное в пятницу он придет и я планирую снять мы снимем с мужем и как бы это гипс но он не целиковым просто на половину да заодно я посмотрю на руку может быть попытаюсь ее пошевелить и мы поместим на этот ортез и я планирую эту третью неделю периодически руку высвобождать и что-то пробовать сделать опять-таки все это вот эти вся информация в интернете вот знаете хорошо было жить без интернета вот эта информация она просто убивает вот эта информация там пишут люди что типа надо делать определенные упражнения только лфк там вот эти определенные вот но я объясню свою позицию как бы сказать может быть кому-то и страшно делать упражнения опять-таки ведь моя уверенность семье периодически подшатывается но я абсолютно уверена что те знания которыми я обладаю тот опыт мое образование в сфере хореографии я это все понимаю и знаю я понимаю как чем двигать извините проще говоря и я должна это делать я должна свои знаниями воспользоваться я считаю что все целом неспроста так или иначе со мной это случилось неспроста муж не говорит но если тебе прям тяжко ну сходи ты же любишь библиотеки ходить сходи в библиотеку набери книг по травматологии реабилитологии вот почитай об этом ну потому что интернет это одно а как бы сказать серьезная литература специально это совсем другое да что там пишут вот и как бы сказать вот у меня внутри есть эта уверенность что у меня все получится но вот эта информация из интернета она очень сильно добивают вот она тебя подкашивает подкашивает она тебя и выводит из равновесия просто вот потому что ну вот это вот знаете выражение типа что твоя рука если ты хочешь вернуть свою руку чтобы она у тебя работала у тебя есть полтора месяца ну как так можно написать как как так можно написать но это же абсолютно бесчувственно понимаете ну как вот и вот дело все в том что когда я начинаю чувствую что как будто моя уверенность себе подкашивается жалость подкатывает вот рыдать начинаю вот но и это хорошо что я рыдаю почему потому что потом легче становится от этих рыданий намного-много легче то есть если вот как бы все время так держаться держаться я начинаю прям чувствовать что у меня психика прямо вот перенапрягается то есть когда ты постоянно ходишь и сам себя успокаиваешь поддерживаешь мы справимся мы справимся мы справимся и потом ты чувствуешь что вот ну все но но не выдерживать что-то внутри что-то не выдерживает и так у ты такой ты такой думаешь ну а почему бы не пожалеть себя почему бы не не расслабиться не портать и просто не пожалеть себя почему бы нет почему бы нет ну и после этого так становится на душе спокойно вот после того как прорыдаешься вот я так сижу смотрю в окно и думаю я ну то есть я думаю о том как мне это непривычно просто сидеть просто смотреть в окно просто сидеть и просто смотреть как мне это непривычно параллельно я начинаю задумываться о том как мне дальше жить как как объяснить конечно конечно еще рано думать о том как мне дальше жить но суть в том что она вот увидите я не я не понимаю как мне дальше жить вот если честно я не понимаю как объяснить как раньше жить не хочется а по новому жить страшно вот как раньше жить не хочется а по-новому жить страшно вот и когда я начинаю об этом думать но вот как мне дальше жить как не выстраивать свою жизнь чего я хочу да потому что ну как ты сидишь вот так вот и фактически у тебя планов нет на ближайшую жизнь потому что ну вот ты как бы ограничен твоя рука ограничена твои действия ограничены ну если говорить простым языком рука твоя ограничена ты знаешь ты не можешь действовать не можешь действовать такая метафора скажем тогда такая через эту руку что не можешь ничего действовать не значит ли это что то что я делала раньше то что я делала раньше не стоит дальше продолжать делать то есть стоит что-то поменять я вот сижу и думаю стоит ли что-то мне поменять понимаете то есть в моей жизни вот это вот уже наверно как привычная вещь когда перемены в моей жизни происходят насильственным путем то есть я сама не могу взять ответственность на себя изменить что-то из страха что потом ну то ли не по не то что не получится а из страха неизвестности и вот как какие-то изменения моей жизни происходили они все происходили ну как объяснить насильственным путем ну разным насильственным путем под действием внешних факторов какого-то внешнего воздействия я никогда никогда нет ну было такое право я конечно вру я все-таки действовала но каждый раз наверное все таки все эти действия сопровождались какой-то неимоверной тревогой напряжением вот стоит ли изменить свою жизнь стоит ли не побояться изменить свою жизнь когда я об этом начинаю думать вот начала и забыла о чем говорила когда я начинаю об этом думать о том что мне нужно изменить свою жизнь как я хочу к сожалению первая мысль которая приходит кому и что я должна то есть как только я начинаю задаваться вопросом к себе чтобы я хотела мой 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 мозг начинает как бы избегать этого вопроса и сразу начинает заменять его в первую очередь тем кому я что должна и вот пока я не выполню все кому еще должна хотеть чего-то и делать для себя я как будто бы не могу вот это я себе сегодня уловила своем а по аппарате мышления как вот да я мысль что как будто бы я себе не разрешаю желать прежде чем я не исполню желание всех остальных понимаете вот пока они не будут удовлетворены да понимаете я не могу быть счастливы да грубо горели вот давайте возьмем такую более такую такую мысль многих людей такая мысль есть вот на планете земля столько несчастных там и людей дети инвалиды кошки с кошечки собачки я не могу быть счастливой пока на планете столько вот бедствующих людей несчастных нужно всех спасти понимаете вот это этот из этой оперы как бы понимаете просто это немножко более глобальная мысля а у меня она вот как бы вот такая больше на моем миг на моем микро микро группе моей заточен как найти моем блоге видео занятия красивая санка и посмотреть за донат вбиваем в поиск красивая осанка найти и здесь представлены несколько видео каждая за донат отдельной по частям урок 2 или полное видео 3 часа 40 минут еще одно видео эта часть в нем упражнение отсутствие постановка корпуса каждом таком видео коротеньком там всегда есть постановка корпуса упражнение стулья для шейного грудного отдела плюс постановка корпуса в описании видео указано сколько по продолжительности давайте откроем полное полное видео самостоятельно можете посмотреть видео за донат в любое время неограниченный доступ я не я забыла кое-что сказать по поводу того по поводу моего желания снять гипс раньше чем не сказала врач у меня есть стойкая уверенность я уверена в том что мне нужно его снимать раньше я уверена в этом мне муж говорит ну если уж прям до такой степени тебе тяжело у тебя вот как бы сомнения да у меня есть сомнения у меня сомнения не по поводу того что снимать не гипс или нет у меня по сомнения по поводу как объяснить у меня если вы мне спросите оля ты уверена что тебе нужно снимать гипс да я уверена что мне нужно его снять раньше у меня возникают проблемки когда я начинаю думать о том стоит ли доверять себе или просто нужно расслабиться и плыть по течению понимаете и довериться врачам например как я в родах доверилась врачом да и все пошло черт как побери да хотя у меня на приобрела стойка уверенность что мне нельзя рожать все там в роддоме там или еще что то в общем мы были такие вещи но я так расслабилась войну они лучше знают понимаете а в этой ситуации я мне не то что там вот еще с этого смотрела этого назарова там женщине разбирают ее она там говорит мне кажется он ей говорит так тебе кажется я такая сразу думаю а вот вы не кажется или я уверена нет я уверена я уверена что мне нужно снимать гипс поместить в этот бандаж ортез и периодически снимая его уже начинаю что-то делать выполняю упражнения легкие выполняю упражнения легкие там ну я знаю что делать короче я опять-таки да я довериться ли себе и сказать оля ну ты же у нас не врач но воля почему-то знает я вот на сто процентов уверена что мне это нужно делать вот я на сто процентов уверена и вопрос не в том что поснимать не снимать а вопрос том довериться себе своей уверенности или не довериться кто лучше знает да и следующая мысль который приходит понимаете для ну там читала всякие ну форма там где люди пишут просто до своих там состояния потому что я когда заказывал этот ортез там комментарий читала и вот там несколько комментариев были такого характера что вот у нас вывих и подозрение на перелом потом я все там ну занятия на киселево там короче я периодически выхожу ну воздухом подышать пока там жду там рядом подъезд жилой это я выхожу и стоит семья мама там мальчик и девочка с гипсом точно так же как у меня и мама говорит девочки ой смотри не ты одна такая типа ягра вас что у нас там это не они начали спросили типа что у вас я грумя вывих а не какой у нас тоже там вывих или перелом или что-то я такая еще удивлена посмотрела на них и думал так вывиха пили перелом муж потом пересказывала эту историю муж такое говорит о мать то даже не знает что у нее у ребенка вывих или перелом потом я почитал эти комментарии когда я заказывал бандаж до к борт с и да тоже люди пишут вывих локтя и подозрение на перелом то есть я как я понимаю сами врачи не уверены что там то есть как бы сказать под вопросом то есть и я опять таки у себя спрашиваю себя спрашиваю оля вот как-то ружья перелом и у меня внутренний голос говорит у тебя ничего этого нет ну да вывих то может быть какая трещинка маленькая но все хорошо понимаете и по ощущениям своим все хорошо по моим ощущениям замечательно да конечно я ну я не то что не могу поднять себя боюсь и просто я боюсь но мне ничего не болит пальцы я так уже под разработал у меня тут все хорошо работает я могу что-то там ну взять удержать но единственно что ограничено движение за это его гипса да и то есть ограничивают движение нормальной мышцы все равно зажимают там но я уже чувствую что у меня будут руку ну пальцы нормально разработаны я могу вот вот так уже руку задрать я сплю классно то есть я говорю я вот так вот руку так сюда вперед да единственное что у меня не получается пока что так забросит две руки я обожаю спать на спине забрасывать две руки вот это но в остальном все замечательно все восхитительно понимаете и мы мне собственно мозг вот постоянно он как фона мне толдычат оля надо снимать оля надо снимать не слушай врача не надо слушать врача оля снимай гипс с ними гипс и начинай маломальски разрабатывать оля ты все знаешь оля ты знаешь будь в себе уверен это постоянно фоновые у меня внутри голос он долбит долбит и говорит оля доверься себе оля доверься себе им наплевать на твою руку да они там тебя назначат реабилитацию но поверь мне им наплевать на твою руку всем этим ну потому что это ж не их рука только от тебя зависит как у тебя все это будет доверься себе оля это твое тело это твоя рука и никто из них не знает как для тебя лучше и вот этот голос мне постоянно долбит 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 внутри понимаете ну просто смотрел игру видео сейчас вот он начал про это кажется это когда сижу и думаю а вот мне ничего не кажется я абсолютно уверен я абсолютно уверена что мне нужно делать и при как бы когда я сходила к врачу я такая друг у меня такая уверенность моя подкосилась но сейчас вот спустя вот туда два дня да вот поплакала порыдала потому что ну я не как бы я пришла к врачу меток у вас там у вас да у вас перелом вот правильно вам там под вопросом написали у вас там перелом у вас там это это вот надо так но вы смотрите дольше трех недель нельзя а иначе вы руку него не восстановите ну так врач и сказала ну значит надо раньше снимать не надо так долго носить ну я не я не старуха какая-нибудь дряхлая понимаете и не мужик какой-то с мышцами строительная я тонкая маленькая девочка причем с очень даже таки высокими способностями к регенерации я свой организм знаю у меня уже там все заросло и зажило я я чувствую это я абсолютно уверена что хоть сейчас гипс снимай и начинай работать понимаете вот что мне говорит мой внутренний голос а вокруг наоборот как будто подавляют понимаете и меня это раздражает и бесит и вопрос в том доверять себе или не доверять себе понимаете конечно доверять конечно доверять да алиса нужно ли доверять себе да нужно ведь без доверия к себе своим ощущениям и мнению окружающих мы не сможем полноценно жить вот алиса что вы хотите найти а что если я боюсь доверять себе это нормально страх это естественная реакция организма на неизвестность главное чтобы этот страх не мешал вам жить и принимать решение я при не хочу принять я принимаю такое решение что в пятницу в эту пятницу мне приходят бандаж я снимаю гипс во-первых во вторых я смотрю на свою руку потому что вот это вот состояние неизвестность когда не смотришь на свою руку потому что там опять-таки в интернете пишут там может быть синяк там может быть отек там кровоподчок там нужно будут выкачивать кровь откачивать жидкость я хочу увидеть свою руку я ее хочу увидеть в каком она состоянии но по ощущению я чувствую что у меня все нормально не у меня нигде ничего не колит не давит если поначалу что-то там в локоть немножко отдавала ну вот как вот вот здесь наружу иногда что-то как-то вот тут давала да и вот тут изнутри что-то как как будто так немножечко током давала по мышцам именно этому от мышцы да то сейчас я уже ни хрена не чувствую ничего не чувствую и только знаю одно мне нужно снимать снимать и начинать потихоньку работать рукой аккуратненько выполнять движение и между прочим ну поддерживающие да и помогать этой ручкой да и может где-то даже смотреть на эту руку как она двигается да и точно так же повторять движение да я считаю что мне нужно делать это все все я я для себя приняла решение и я абсолютно на сто процентов уверена что мне нужно делать именно так вот я это сейчас себе говорю и прямо на душе вот так вот прям тепло становится а когда я начинаю думать о том что нужно довериться врачу мне сразу худо становится хочется рыдать и плакать значит надо довериться себе все все доверяем себе вот так все друзья мои мой канал нуждается вашей поддержки в первую очередь это ваши лайки комментарии и подписки также вы можете угостить меня чашечкой кофе перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом donation alert все ссылки в описании видео а для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение стать моим доном в группе вконтакте невротичка оля нажмите поддержать автора и введите любую сумму удобную для вас и вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни психологическим разбором на примере моих ситуаций будьте готовы эти видео слишком откровенно люблю целую ваша невротичка оля